Сейчас мы, друзья, с вами порисуем И это, скорее всего, видео, которое я сейчас записал И немножко наброска, несколько сделал Это, скорее всего, не урок А, может быть, своими мыслями поделюсь Относительно того, почему нужно много рисовать Часто рисовать и что рисовать Хотел бы, чтобы вы рисовали побольше И сейчас мы по ходу будем разбирать То есть рисовать и немножко общаться Итак, рисуйте, друзья, много Вот, чем больше вы рисуете, тем лучше у вас будет получаться То есть не имеет значения, что рисовать Я когда просто что-то сижу, думаю Сижу, думаю Рисую просто лица То есть рисую просто лица Вот один из способов, как я это делаю Как я это делаю То есть сначала, видите, построение типа такое сделал Понятно, что, может быть, для новичков это сложно Сложно будет Вот эти шары, которые я сначала вставил Помогают мне, ну, может быть, и вам поможет Нарисовать веки Вот И они как бы по шару идут И вот здесь тоже Вот верхняя века Вот нижняя Можно даже показать Вот немножко толщину этого века Вот Или, может быть, лучше Вот так В принципе, вот этой информации уже мне достаточно Чтобы, например, если я хочу рисовать линером Или рапидографом Ладно, возьму рапидограф Вот что такое рапидограф Плюс рапидографа в том, что постоянно можно заправлять тушь И постоянно Постоянно Не покупая новый линер Заправили себе тушь И все, и рисуете дальше Вот Я просто люблю рисовать лица И есть такой принцип Что Искусство Это не тогда, когда нечего добавить А когда Нечего отнять Ну, сейчас Вы поймете, о чем идет речь Когда я сотру То, что я нарисовал Сотру, вернее Карандаш Да, вот оно Наше лицо То есть, ну Как бы нечего Отнять Да Если отнимем, то уже Не поймем Да Ну, то есть, поймем В принципе В какой-то степени Ну, не знаю Может быть, в комментариях Напишите, что вы думаете По этому поводу Есть такое понятие Да, есть То есть, стиль Как бы минимализм Мне он нравится Ну, я дальше Продолжаю рисовать Вот Зрачки То есть Радужная оболочка Зрачки Вот реснички Подрисовал Вот так можно Оставить В принципе Да Нормально Можно дальше Штриховать Вот, например Мне нравится Сравнительно Недавно Да Этот момент Себе взял Так на заметку Вот нос Да Хотим его сделать Более Ну, если уже Речь идет о штриховке То, понятно Мы уже и здесь Можем штриховать Вот То есть Здесь Где у нас тень Мы можем поштриховать Понятно Сделать брови Вот И вот Смотрите Вот здесь Блик Вот так Можно оставить Ну, и скажем Вот эти Штриховку Это не делать Но можно вот так Вот штриховать Это у нас уже Да, тень Вот она Падающая тень Под носом Даже можно Немножко Как бы Нос выделить Вот таким образом Расстояние между Штрихами Чуть Больше Поэтому Тон Светлее Чем Снизу Вот наши Губы Посмотрите Губки я рисую Так как бы Скольжу По Поверхности Не просто Вот так Хотя и так Можно было Заштриховать Ну И вот Иду По объему Губ Можно Смотрите Тоже Такие Блики Выделить Видите Вот я Уже Наши Губки Преобразились Давайте Так Поштрихуем Немножко Сильнее Чтобы Эти Блики Выделить Просто Губки Подштрихуем Вот Видите И такой Блеск Появляется Блеск Линию Рта Более Сильно Выделил Можно Можно Конечно И здесь Вот Зачем Так Рисовать Возможно Вы Где-то Будете Использовать Захотите Может быть В каком То Скажем Ну Фэшн Скетчинг Что Ли Вот Вы Нарисовали Нарисовали И Может Быть В этом Не знаю Вот Какие-то Кульчики Придумали Или Не знаю Украшения Что-то В этом Придумали Не знаю Что-то Рисую Не знаю Чего я Рисую В этом Не разбираюсь Какие-то Там Украшения Да Хотите Как бы Показать Что-ли Вот Повесили На ухо Да Возможно Это все В цвете Возможно Возможно Не в цвете Ну Вот Если В цвете Возможно Да Вот Нарисовали То Взяли Маркер Да И добавили Цвета Да И может быть Не знаю Для того Чтобы тень Сделать Нужно Тем же Цветом Несколько Раз Несколько Слоев Да Вот Видите Сделали Тени Ну Чтобы Нос Выделить После Как Закрасить Силевой Ручкой Берете Вот Ну Вот И все Ну И так Далее Да То Есть То Есть Ну Я хотел Конечно Поговорить О Чего там Линерах Да И О Таких Зарисовках То Есть Чем Больше Мы Рисуем Чем Больше Мы Рисуем С вами Тем Лучше Тем Лучше И И Вот Поскольку Я Так О Таком Минимализме Как Как Б Говорил Да Видите Без Без Карандаша Без Карандаша И Уже Зная Вот Эти Пропорции Да Что От Отсюда До Бровей До Основания Носа И От Основания Носа До Подбородочка Это Одинаковые Расстояния Одинаковые Расстояния Вот Поэтому Поэтому Нос Кубки Поэтому Вот Можно Учиться Делать Такие Зарисовки Такие Зарисовки Чтобы Почувствовать Пропорции Пропорции Чтобы Все Было На Своем Месте Построение Построение Это Правильно Правильно Строить Надо Все Это Все Хорошо Правильно Но Чем Больше Вы Рисуете Вам Потом Уже Этих Построений И Не Надо Будет То Вы Сможете Сразу Рисовать Сразу Сможете Рисовать Лицо Человека Либо Другие Части Другие Части Лица Человека Зачем Мне Нравится Вот Скажем Тонкий Тонкий Линер Либо Либо Наш Рапидограф Да Поскольку Рапидограф Рисую Ну Что Вот Тонкие Очень Линии И Когда Где-то Линия Неточная Да Можно Поправить Всегда Ну Если Линия У Нас Толстая То Что Поправлять Уже Намажем Просто Вот Какой Мозда Падающая Тень Всегда Темнее То То Есть Я Из Головы Рисую Вот Это Все Из Головы Из Головы Но Чтобы Так Рисовать Понятно Нужно Изучать Пропорции Тела Человека Лица Человека Вот Нужно Много Делать Зарисовок Ну Чтоб Так Сразу Все Как бы На месте Было Понятно Что Оно Не всегда Сразу Будет Получаться Не нужно Расстраиваться Нужно Далее Изучать Ухо Да Нужно Изучать Особенности Того Чего Рисуем Да Ну В данном Случа Я Люблю Вообще Рисовать Головы Лица И вот Возьмите Линеры Тоненькие И попробуйте Тоже То есть То что вам нравится Рисуйте Сначала Срисовывайте Изучайте Когда срисовываете Дать что-то Изучайте Потому что Когда изучили Изучили Когда изучили То Тогда уже Можете Да Можете Рисовать Из головы То есть Мне нравится В нескольких Штрихах В нескольких Штрихах Да И Уже Уже Что-то есть Да Уже Оно Как бы Читается Как говорят Художники Иногда Уже Читается Что-то Там Читается То есть Можно Уже И вот Я Начинаю Либо С носа Либо С губ То есть Не имеет Значения И Таким Образом Вот Сохраняя Все пропорции Видите Начал С губ Подбородочек Нос Вот От носа К бровям Одинаковое Расстояние Да Вот Волосы Волосы Вот Она Щечки Улыбка Несколькими Штрижками Вот Так Я Люблю Может О чем-то Думаю Планы Или Размышления И я Себе Такие Зарисовки Делаю Такие Зарисовки Либо Так Оставляю Либо Там Тоже Типа Тональная Проработка Такие Штрижки Да Тоненьким Тоненьким Линером Либо В данном Случае Это у меня Рапидограф Рапидограф От фирмы FaberCastell 0.13 По-моему Это самая Тонкая Или по-моему 0.1 Еще есть Точно Не скажу Но У меня Достаточно Этой Линии Но Возможно 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 Начинайте Начинайте Какого-то Там Яйца Карандашом Вот Но Все равно Вот видите Я вот эти Движения Делаю Вот Выделяю Верхние Сколы Вот Нижняя Челюсть Да Вот Здесь У нас Глаза И Брови Вот Вот Когда Вот Эту Делим Напополам Это Уже Практически Автоматически Получается Да То есть Я там Особо Не Измеряю Как-то Да Я сразу Раз Раз Нарисовал Уши На своем Месте Должны Должны Вот Это Не Делаю Да Вот Вы Видели Я Рисовал Вот Эти Все Линии Вот Чем Больше Практики Тем Вам Меньше Понадобится Понадобится Этого Да Вот Так Набросав Можете Дальше Брать И Рисовать Линером Да Просто Идея Такова Чтобы Рисовать Побольше Почаще И рисовать То что нравится Почему То что нравится Потому что Вам будет Рисование Приносить Удовольствие И вы Вот Захотите Дальше Рисовать Даже Если Вам Не будет Получаться У вас Не будут Опускаться Руки Вот Поэтому Рисуйте И Рисуйте Как с построением Так и без Построения Потому что Вот Скажу Вам Тоже Ну Что Я Тоже Люблю Рыскать По интернету Смотреть Как там Рисуют Другие Может быть В какой Последовательности Есть такие Художники Вот Мне один Нравится Китаец Вот Он сразу Рисует Он никаких Построений Сразу Рисует Целую Такую Картину Как В стиле Комикса Что ли Он Наверное И тоже Комикса Рисует Вот Так Что-то Тоже Закончилось Наверное Тоже Закончилось Вот Он рисует Без Без Каких Либо Построений Наверное Я уверен В том Что он Очень Много Рисовал До этого Поэтому Сейчас Для него Это без Проблем Вот Сейчас Я В план Сете Открыл Вот Он Ким Джунг Ги Лив По-моему Так Не знаю Чей Это Канал Сейчас К примеру Откроем Видео Вот Сейчас Паузу Поставлю Вот Он Рисует Рисует Ну Я Много Роликов Смотрел То Есть Он Какой-то Или Шариковой Ручкой Или Может Быть Линнерами Кистью Тоже Такой Рисует И Такие Целые Большие Картинки Что-то С кем-то Общается Человек Может Уже Рисовать Без Каких-либо Построений И так далее А вот Еще Вот Он Другой Ролик Открыл Рисует На Большом Формате Довольно Такие И Вот Показывает Как Он Это Делает Кистью Вот Ким Джунг Джи Ким Джан Джи Так Правильно Вот Поэтому Рисуйте Может Быть Сначала Делайте Вот Какие-то Карандашные Такие Наброски Может Быть Линнерами Может Быть Карандашами Но Важно То Что Вы Будете Рисовать Рисовать Часто Каждый День Срисовывать Или Рисовать Из головы Если Достаточно Информации Уже В голове Например Например Что Касается Лица Человека Например То Вы Уже Сможете Легко Рисовать Уже Из головы Потому Что Вы Знаете Пропорции Знаете Там Строение Носа Губ И так Далее Понимаете Какие Здесь Объемы Как Череп Что Под Кожей Человека Находится Поэтому Друзья Побольше Рисуйте И Со временем У вас Все Будет Классно Получаться Продолжение следует... 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 Продолжение следует...